6.35, приехали в Мещунское ехническое. Пойдем посмотрим сгоревший лес. Я уже глазами там вижу сгоревший лесочек, который нас интересует. Мы находимся в Мещовском лесничестве. Здесь горел лес. Было это, скорее всего, лет 10 назад, потому что мы видим уже березы стоят метр четыре высотой. Вот осина. Никто не сажал. Вот козеива. И вот они вокруг, везде березы. Все восстанавливается само. Как только лес сгорает, сразу же начинают расти новые деревья из корневой поросли и семенного фонда, который закладывался годами. Но есть, например, полянка. Вот небольшая. Вот здесь ничего не растет. Можно прийти, в принципе, и вот посадить выборочно сосенки, ягодно-ореховые, желудевые деревья для того, чтобы биоразнообразие фауны тоже поддержать, чтобы создать кормовую базу для птиц, для животных. Будь я главным лесником Мещовского лесничества, где мы сейчас находимся, я бы убрал сначала вот эти сухие пожароопасные деревья. Потому что это опасность второго пожара. Очередной весной будет гореть трава, и это все повыхнет, если будет сухая погода. И сгорит опять вот то, что наросло. Вот. Это задача номер один. И можно ничего не сажать. Подождать еще лет десять. Вот я уверяю, сюда придете. Здесь уже будет десятиметровый молодой лес. Вот из этих деревьев и на этой полянке насеются новые маленькие деревья. Сосинка красивая. Сама посеялась. Вопрос. Нужно ли сразу, как только сгорел лес, туда бежать с деньгами, раздавать их экологическим организациям, лесникам. На, идите, сажайте. Вот там Сибирь сгорела. Все, бежим туда сажаем. Нужно или нет. Надо сначала ехать и смотреть, что там через год, через два. И принимать разумные решения. Потому что нужно помогать. Но в умеренном климатическом поясе, где большинство России находится, просто вот прийти и тотально все засеивать там миллионами саженцев, этого не требуется. Нужно сажать точно в южных регионах, где степи, где начинается пустыня, вот там уже само не восстанавливается. Вот там точно нужна помощь. А в умеренном климатическом поясе этого ничего не нужно. Только помогать, например, вот опять повторюсь, там подсаживать ценные деревья, которые создают кормовую базу. Вот рядом сосны. То есть и сосны тоже сами нормально вырастают. Даже где, вот лес прям березовый, осиновый устанавливаются. Молодые сосенки. Никто не сажал. Вот-вот-вот. Это как раз то, что еще интересно было показать. Ёвочки. Вот как их много. И они сеются тоже сами. То есть даже вот то, что вот как раз лесники любят, они же как, то есть им надо, когда восстановить, они загоняют технику, все вот так ровняют там. Березки, осины, это для них мусор. Они так взбрели их. Делают ворозды и сажают вот сосны и ёлки. Ну, чтобы через 80 лет можно было заготовить их на древесину. Важно предотвращать пожары, потому что когда пожар уже произошел, уже все, уже трагедия произошла. Уже умерли все животные, исчезли микроорганизмы, экосистема. Уже поздно что-то делать. Люди, которые эмпатичны, которые склонны делать добро, они, конечно же, что-то пытаются, едут, восстанавливают. Они хотят как-то помочь, но сажать уже ничего не нужно. Важно предотвратить пожары. Это очень сложная задача, которая даже не имеет решения, но нужно об этом думать. Нужно заниматься просвещением противопожарным. Это для отдельного ролика. Целый материал мы обязательно его выпустим. Главные тезисы у нас какие? Если сгорел лес, это не значит, что ему нужна человеческая помощь. Есть все механизмы у леса быстро и самому восстановиться. Корневая поросль и семенной фонд уже есть в почве и сразу же стартуют новые деревья. Нужно только подсадить те деревья, которые стартуют позже. Ягодно-ореховые, желудевые. Вот можно прийти и подсадить, чтобы сразу же птицы, мелкие животные, чтобы они быстро туда, в этот лес пришли и начали там активно жить и размножаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова